Всем огромный привет, друзья! Давно мы с вами не говорили по душам, с вами снова Виолетта Маура или просто Ви. И сегодня на канале я хотела бы затронуть актуальную для меня тему, это тема визуализации желаний. Я её начала более детально изучать, вы часто просите меня говорить об этом. Так вот, сразу предупрежу, я вообще в этой сфере не эксперт, я просто изучаю её по каким-то книгам, я сама практикуюсь и вообще с детства много-много чего делала сама неосознанно, что приводило к исполнению моих желаний. Но проанализировав многие моменты, я поняла, что у всех этих исполнений, желаний, всех этих чудес есть какая-то взаимосвязь, есть какое-то логическое объяснение. Поэтому сегодня мы с вами просто подискутируем и вот так вот в таком прямом контакте я просто расскажу вам свои мысли по поводу визуализации, и как же у меня это всё работает. Буквально вчера я не могла заснуть, потому что меня терзали мысли о той цели, которая у меня стоит в голове, о той мечте. Я пока не буду о ней говорить, я всё-таки верю в то, что пока желание не сбылось, лучше о нём промолчать, да. Но это желание связано и с финансами, и с путешествиями, то есть оно такое, можно сказать, захватывающее все сферы. Я легла буквально в 10 часов вечера и такая думаю, о, классно, я никогда в жизни не ложилась так рано, я же смогу завтра, значит, получается, встать где-то часов в 7, значит, я буду суперпродуктивной. Я ложусь в кровать, всё, меня отпускает, и тут я начинаю перебирать в своей голове мысли. Вот, вот, если вы хотите заснуть, отключите мозг, просто отключите. Я же такой человек, что я люблю ещё проанализировать день, и то есть я не могу лечь спать, пока я не пропишу успехи дня, пока я не пропишу какие-то, да, анализы в день, доход-расход, и вот всегда на этом моменте у меня появляется очень много энергии. И у меня в голове мысль, как же я хочу того, что я хочу, и она мне прям зажигает. Вы знаете, у меня сейчас был вопрос на Инстаграме, Виолетта, а как ты себя мотивируешь на что-то? Друзья, если у вас есть какая-то глобальная цель или какая-то глобальная мечта, вам не нужно себя мотивировать, вы, вам не нужно искать эту мотивацию. Если вы хотите похудеть, зачем вам мотивироваться чем-то или кем-то другим? Вы что, не можете с собой замотивироваться? Ну, просто, значит, это не ваша цель, может быть, может быть, это не ваша мечта, может быть, она навязана кем-то. Я просто знаю, что моя цель, она глобальная, она не навязана, я реально искренне её чувствую, я её хочу, значит, если я её добьюсь, значит, она меня сама изнутри мотивирует. Ложусь я в кровать и понимаю, что как только я начинаю о ней думать, у меня появляется море энергии, и я готова не спать. И я начинаю продумывать план у себя в голове, а как же сделать так, чтобы добиться этой цели лучше? Первое, что мне пришло в голову, а может быть, посмотреть видео на YouTube, как правильно визуализировать свои желания, просто возобновить все эти навыки, да? Вы можете думать, вот, Виолетта, тебе легко всё даётся, ты уже это всё знаешь. На самом деле, я забываю, забываю, что нужно, например, делать зарядку каждый день, ну или ещё что-то. Я не то, что это забываю, да? Мы все это знаем, что это нужно, но нам нужно об этом напоминать. Поэтому я просто реально забыла, каково это визуализировать. Я думаю, может, есть какие-то фишки. Открываю это видео, и там говорится, что, ну, возьмём так, вы хотите семью, хорошую семью, да? И вы пишете в середине букву «С» листа, ну, то есть не семья, а просто «С». С правой стороны вы пишете эмоции, которые вы хотите испытывать, и которые вы бы испытывали, если бы у вас была счастливая семья. Допустим, вы хотите классные отношения с мужем или парнем, да? И вы пишете там уверенность, спокойствие, счастье, радость, гармония. То есть вы начинаете чувствовать, чувствовать эти эмоции прямо вот внутри себя. И вообще учёные доказали то, что мы чувствуем, да? Если мы закрываем глаза и представляем, и то, что мы реально делаем, наш мозг не различает. Если вы испытываете во сне страх, организм реально думает, что вы в реальной жизни от кого-то бежите или ещё что-то. Почему вы просыпаетесь в поту холодном, да? Это не просто так. Поэтому, поверьте, это реально работает. И когда вы закрываете глаза и представляете, вот семья, да, это уверенность мужчин, да? Это спокойствие, это финансовая уверенность, это счастье, это радость, возвышенное такое настроение. И с левой стороны вы пишете места и предметы, которые ассоциируются у вас с этим человеком или с тем, что вы хотите привлечь в свою жизнь. С семья вам ассоциируется там с домом, да? Дом, уют, кинотеатр, готовка еды, там что может быть ещё. Ну, в общем, вы понимаете, да? И очень важно эта регулярность. Я на себе это убедилась. То есть регулярность нужна везде. Тут также нет магии в визуализации, как всем кажется. Здесь также важна регулярность, как если вы хотите себе мускулистое тело, или вы хотите похудеть, или вы хотите научиться английскому. Вы за один день английский не выучите. Даже если вы будете сидеть с утра до самой поздней ночи, не делая перерывы на еду и ни на что. Вам нужна регулярность. В визуализации то же самое. Я вот хочу сейчас попробовать каждый день визуализировать то, что я хочу. вот я вам скажу результат но у меня была такая вещь что я уже практиковал это это было ровно три фразы которые я хотела чтобы сбылись я их проговаривала каждый день я могла проговаривать утром и поговорить днем но тут конечно тоже есть одна такая грань я говорила что я очень хочу стать мисс россии мисс россия то есть я не с россией я хочу стать я мисс россия мисс россия сейчас вам немножко объясню то есть главное здесь не заиграться когда вы начинаете жить реально по сути в том мире будущем виртуальным если вы научитесь прокачивать себя навык визуализации то есть вы будете каждый день представляется представляет представлять вы будете иногда путаться в этих мирах серьезный у меня иногда было такое ощущение что я еду и еду или иду по улице грями с россией я чувствовала себя я реально я шла и как будто бы все люди вокруг знали что я это она там я была может быть не стройной но я уже чувствую себя строить и это настолько ломает твой мозг потому что ты вроде бы не мисс россия но твое внутреннее состояние она передается человеку и он реально тебя считает как будто бы ты мисс россия вы можете быть самым красивым человеком в мире но если вы чувствуете себя внутри неуверенным это неуверенность будет передаваться людям и почему допустим вы можете видеть людей красивых и потом с ними пообщаться понять что господи да они как-то вообще себя не умеет преподносить а если ты которые не симпатичны пообщаешься понимаешь они настолько себя красиво преподносит у них такая прекрасная речь они настолько уверены в себе и их недостатки они вообще скрываются они даже становятся достоинствами понимаете здесь то же самое если вы хотите научиться визуализировать вместе со мной то давайте вместе с вами начнем попробуйте до конца сентября каждый день просто на 5 минут закрывать глаза и представлять ощущение того что у вас уже это есть хотите вы машину ощущаете вот как будто бы вы садитесь в эту машину да вы представляете какой у нее руль и вы прям трогаете его вы вдыхаете чувствуете сон ты машины вы знаете какого цвета она вы едете на машине не важно что у вас может быть нет прав вы едете на машине улыбаетесь прохожему играть в свой мозг есть один секрет как развить если вы вообще не знаете как визуализировать грамотно но этим секретом мы будем делиться на закрытом курсе айки плюс управлять собой который я думаю что скорее скорее всего в ближайшем будущем выйдет но я считаю что делиться такой информации которые я узнала нужно с людьми которые за это заплатили то есть я поняла что я очень много информации даю в открытом доступе это не всегда хорошо то есть когда вы даете чтобы бесплатно человек может быть может это не так свою жизнь применить как если бы вы дали это заплатно даже если за 1000 рублей я на своем примере скажу я не могу себя иногда заставить правильно питаться но вот недавно я заплатила и участвовал в марафоне там тысячи рублей вроде бы не небольшая сумма но заплатила же заплатила да и участвовал марафоне по питанию 20 в день я продержалась без молока мясо там не смешивала белки с углеводами то есть не все было прям четко почему потому что не заплатила деньги поэтому если вы хотите сказать что виолетта ну что ты жадничаешь нет я не жадничаю я как раз таки хочу сделать лучше только вам потому что вы не будете это делать буду визуализации в принципе это все я думаю что мне нужно снимать вам коротенькие видео и почаще снимать да 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 поделилась с вами мыслями я надеюсь что вам было интересно слушать меня интересно было смотреть пишите в комментариях вопросы которые вы бы хотели чтобы я на них ответила я постараюсь раскрыть на этих вопросах тему честно скажу у меня иногда нет вообще идеи на какую тему снимать потому что то что изучаю сейчас я ну не факт что понадобится вам я очень глубоко сейчас ушла в сетевой бизнес хоть он и связан с психологией или не могу про психологию поговорить на самом деле в общем ладно ребят пишите комментарии кстати пальцы вверх я всех очень сильно люблю и если вы хотите научиться визуализировать просто давайте начнем вместе каждый день по 5 минут представляет то что вы хотите в этом есть небольшой секрет визуализации который вам нужно просто свою повседневную привычку привести всех люблю всех целую с вами была виолета маурер или просто вей и до скорых встреч визуализации 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 абонем